Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня по-быльному пройдемся, назову я вам ТОП-5 криптовалют, ну и может быть какую-то бонусную, поэтому досматривайте до конца. Первая криптовалюта, сразу переходим к делу, это 1 инч, я объясню почему. Опять же таки, я понимаю, что здесь всего лишь около 30% монет в обороте, еще будут разлоки и так далее, монеты будут выбрасываться, но! Это один из самых недооцененных проектов, я считаю, в том числе он имеется у нас во вкладке CoinMarketCap, туда немногие проекты попадают, но вот 1 инч у нас с 2020 года, я напоминаю, в том числе, но залистился он, конечно, еще в 2021, но на преселе можно было его также приобрести. Сейчас у него холдеров довольно-таки мало, то есть многие почему-то забивают на этот проект, да, имеется там 1 миллион подписчиков в Твиттере и так далее, но всего лишь 92 с половиной тысячи холдеров на сети эфира и 94 с половиной тысячи на Binance Smart Chain, вот, поэтому имейте в виду. Почему? Потому что данный проект каждый день выпускает какие-то новости, бывает даже по несколько новостей по поводу того, что они делают, какие разработки и так далее. Я думаю, не стоит представлять данный проект, у них имеется своя, кстати, академия на, получается, хоть и 50 подписчиков, но, как мы видим, много сетей он поддерживает у нас, эфириум, Binance Smart Chain, Evelange, Polygon, там, Optimism, Arbitrum, Genosis, Phantom, то есть многие сети поддерживают, в том числе данную монету можно стейкать, как мы видим, уже всего кошельков было создано 3-3 миллиона пользователей на текущем этапе, получается, всего трейдов совершено на 21,5 миллион, объем в день у нас, получается, или тотал, объем, получается, 236 миллиардов, вот столько сетей, получается, около уже 10 сетей, 10 блокчейнов поддерживает данный проект, у нас имеется собственный кошелек, можно трансфер, можно хранить, передавать, свапать, там, стейкать монеты, и, соответственно, в том числе имеется у нас приложение, как на iPhone, так и на Android, вот недавно тоже запустился, и, соответственно, ребят, очень удобно, можно подключить различные, там, кошельки и так далее, в общем, объяснять не стоит, кто знает, кто знает, что это за проект, я думаю, стоит однозначно его приобрести, но, опять же-таки, я бы посоветовал подождать бы отметок более вот этих нижних, когда закончится у нас ликвидация по 1 инчу, и мы переломим ход истории, скажем так, и побоим лонгистов, поэтому вот этой зоне, я считаю, можно начинать его добирать, даже если вы его, как и я, докупали на вот этом вот всем накоплении, я не вижу никакой проблемы, если у вас цель по нему, к примеру, там, 10 баксов, как у меня, допустим, а то и выше, вот, ну, давайте к следующему проекту, следующий это у нас Доги и сразу Шиба, почему данные два проекта, потому что, я считаю, они себя однозначно еще покажут, данные проекты у нас постоянно поддерживаются твитами Илона Маска, ну, по крайней мере, Доги, но так как, я знаю, что Доги и Шиба, они идут рука об руку, что называется, и одни из немногих мем токенов у нас, они выжили, все равно остается очень много холдеров у данной криптовалюты, и люди продолжают в нее верить, основное это что? Это желание крупного капитала пропампить данную монету и вера людей, все, по большому счету, ничего не надо, вот давайте глянем, сколько холдеров, ну, здесь на Binance Mark Chain не так много, вот на сети Эфера, 1 миллион 207 тысяч пользователей, люди держат данную монету и не продают, то есть они в нее верят и верят в финальный памп, ну, окей, здесь это стейкин, но если глянуть, вот один из первых кошельков, у нас 726 миллионов долларов лежит, кто-то холдит Шибу, понятное дело, одни из крупных китов они попродавали, но кто-то же из пользователей все равно остался, они верят и они будут удерживать цену в том числе, и они ее удерживают, вот, Доги даже на Binance Mark Chain у нас 709 тысяч адресов, и, как мы видим, ну, окей, это стейкинг какой-то, здесь у нас кит держит около 8 миллионов долларов, если же посмотреть, к примеру, на цену, то следующая монета, сейчас о ней тоже поговорим, по поводу Доги, соответственно, сейчас покажу, ну, прежде чем мы перейдем в графику, сейчас я вам покажу, получается, у нас пользователей 3-4 миллиона, ну, окей, даже если взять CS, что здесь половина пользователей неактивных, даже, окей, полтора ляма пользователей, как мы видим, тоже здесь на регулярной основе постят они какие-то новости, какие-то мемчики и так далее, и активность собирает, смотрите, полторы тысячи лайков там и так далее, ну, вы скажете, на полтора миллиона это мало, ну, как бы, не все зарегистрированы в Твиттере, учитывайте этот фактор тоже, и не все лайкают, и не все комментают, вот, поэтому это адекватная конверсия, ну, и данный проект у нас 2013 года, еще стоячок рынка, и, как бы, Илон Маск думает, что мы очень классные, как бы, видите, тоже подписано, если перейти на тот же Твиттер Шиба, то же самое здесь, как мы видим, одинаковая комьюнити, я уверен, что одни и те же люди следят за данными проектами, если перейти сюда, в Твиттер Шиба, армии также имеется отдельный Шибинформер, то есть различные, тут вообще 500 тысяч пользователей, понимаете, то есть комьюнити, комьюнити реально большое, если же посмотреть там Шибаину Ньюс, то есть различные новости, там 300 тысяч пользователей, то есть как минимум у нас 300 тысяч пользователей, там 300, 500 тысяч, а то и больше у нас холдят данную монету, здесь вообще Шибаинформ какой-то, 600 тысяч пользователей, с 2013 года еще зарегистрирован у нас данный Твиттер, Потом создатель, получается, у нас, вот, Shiba Inu Coin, если посмотреть, давайте глянем, вот, Шитоши Кусама, соответственно, у нас он имеет 900 тысяч пользователей, потом, соответственно, тот же Илон Маск имеет, да, умеет, имеет у нас 103 миллиона пользователей, ну, там кто-то говорит, что у них, получается, у него, вернее, боты накручены, в том числе, там он всякие приколы, мемы постит по поводу, там, свои загадки какие-то, либо просто там может что-то рассказывать. И, как бы, если взять тут активных пользователей, пускай даже в 5 раз меньше, 20 лямов, это уже охренеть, но я уверен, большинство людей следят за ним не только из-за каких-то его там проектов Tesla или SpaceX, а следят за ним, в том числе, и за Doggy и Shiba, вот и все, вот, ну, я думаю, с этим понятно, почему они взлетят. По поводу XRP, у меня каждый день выходят ролики, можете посмотреть, почему, потому что я считаю, XRP очень сильно недооценен, очень много банков его уже поддерживает, в том числе, у нас Jet McCallip распродал все свои монеты, вот это тоже показуха была, плюс постоянно поддерживает новостной фон по поводу судебной вот этой тяжбы SEC, да, Ну, опять же таки, я считаю, это все показуха, уже 50% монет у нас в обороте, плюс сказали они, что разлачивать они слишком жестко не будут, и даже несмотря на то, что монета находится на относительном дне, капитализация сохраняется в 18,5 миллиардов долларов. Ну, окей, даже если реальных денег здесь 9 миллиардов, это все равно до хрена, понимаете, и многие почему-то недооценивают данный проект, если глянуть, сколько у нас там холдеров, как мы видим, транзакции всего проведено, у нас было 453 тысячи, если здесь глянуть, 226 тысяч холдеров, ну, может быть, это не полные холдеры, не все, но, как мы видим, многие очень сильно недооценивают, и на двух кошельках у нас китов лежат порядка 48% монет, здесь стоит 8 лямов, здесь 13 и так далее, и постоянно переводы в XRP также проводятся. Да, комьюнити небольшое, 2,5 миллиона пользователей, создан еще в 2012 году, но на регулярной основе какие-то конференции, какие-то новости там и так далее, плюс вот это канитель сек с декабря 2020 года, плюс Брэд Гарлинхаус у нас имеет 650 тысяч пользователей, Дэвид Шварц тоже один из SEO, получается, ну, не SEO, а этих, CTO Ripple, 400 тысяч пользователей и так далее, поэтому, ребят, имейте в виду, что XRP сейчас находится на относительно донных значениях, я считаю, он сильно тоже недооценен, по поводу цены там доги и шибы, стоит ли сейчас залетать, давайте вкратце по Брэму скажу, был тут план в моменте, но в целом, я живу, сейчас даже не самые херовые отметки, если вам нужны более приближенные к донным отметкам и закупаться вот здесь, к примеру, если вы хотели закупиться, это надо состоять уже в закрытом клубе, ну, плюс здесь у нас имеется накопление порядка уже, считай, год, ну и по шибе ситуация плюс-минус аналогичная, как видите, если бы они захотели, пришли мы, кстати, к тем же отметкам, вот здесь видите, сильный уровень поддержки, вот, 5 центов, если бы захотели провалить и слить эту монету, они бы уже давно это сделали, видите, здесь тоже удерживают цену, ну, сейчас я все-таки дождался бы коррекции обратно к вот этим отметкам, где мы были, ну, посмотрите, вот здесь четко цену удерживают и ниже не ведут, вы думаете, это случайно? Я считаю, не случайно, и вот это вот все накопление, которое тоже у нас длится порядка, там, 9 месяцев, ну, окей, даже если вот здесь это 3 месяца, как минимум, не случайно, и однозначно на следующем бычем цикле у нас будет, как минимум, я считаю, 5 иксов, то есть здесь мы давали 20 икс, потом дали мы 10 икс, ну и по логике должны 5 иксов, как минимум, и дать, а если с учетом того, что биткоин сходит на 100 тысяч плюс, то мы можем дать и больше, поэтому тут по этому поводу понятно, по поводу XRP, я считаю, специально, многие кричат сейчас, и даже, я думаю, это боты уже какие-то, то есть постоянно, когда XRP на дне, они заходят и говорят XRP скаунтом и так далее, и так далее, ну, либо они залетали на хаях в данную монету, там, по 2, по 3, по 4 доллара, либо, соответственно, они просто, ну, как бы, завидуют тем, кто на нем заработает, а они, ну, как бы, просто какие-то явные противники данной криптовалюты, данного токена, и говорят, что вот, там не будет никакого роста и так далее, ну, это же бред, ребята, обязательно он будет, вопрос лишь времени, то есть, ну, пускай, окей, даже если он не будет в этом году, в следующем, ну, будет однозначно через 5-10 лет, если вы не готовы подождать, для того, чтобы он достиг, как минимум, там, 3-4 доллара, или там, соответственно, 10 долларов, прикиньте, он будет стоить, я снимал ролик, а почему он может стоить, в том числе, 150 долларов был на канале, можете глянуть, если вы считаете это невозможно, ну, считайте дальше, что я могу сказать, то есть, в долгосрочной перспективе все возможно, тем более, когда все монеты будут в обороте, и как мы видим, вот это вот накопление, которое у нас имеется, около года, да, то есть, ну, даже, давайте глянем, вот это вот диагональное накопление, сколько мы здесь стоим, ну, да, около года, то есть, донные значения, даже сейчас, это не самые херовые отметки, если вы ждете 3-4 доллара по данной монете, что-то у меня не подгружается, ну, извиняюсь, тупняк, видимо, от интернета, ну, в общем, вы поняли, еще одна крипталюта, это XRP, поэтому, и плюс, многие банки его понимают, многие не хотят это замечать, и, соответственно, постоянно информационный шум вокруг данной монеты, как и вокруг той же Доги и Шибы, да, вы думаете, это все случайно, но я сильно в этом сомневаюсь, поэтому имейте это в виду, явно институционалы заинтересованы пропампить данную монету, ну, и последняя крипталюта на сегодня, это анонимная монетка, у нас Dash, вот, майнится она как на Proof of Stake, тут гибрид, как на Proof of Stake, так и на Proof of Worker, также у нас 58% монет в обороте, ограниченная эмиссия в практически 19 миллионов, каждый год у нас происходит халвинг, как вы видите, и текущее вознаграждение составляет 2,68, и, как мы видим, у нас вместо халвинга, как бы, причиняет изменения, используют маленькие изменения более часто, что снижает стресс для пользователей, и, как мы видим, у нас уменьшается вознаграждение каждой 7,4%, то есть у нас уменьшение происходит каждые 365 дней, то есть каждый год у нас халвинг, и за счет этого тоже повышает ценность данной монеты, то есть если какого-то товара очень мало, то, естественно, повышается ценность и цена, соответственно, и последний халвинг у нас произошел 27 мая 2022 года, и имейте это в виду, что следующий халвинг у нас тоже будет через год, поэтому я считаю, тоже недооцененная монетка, немного людей топят за нее, кто-то считает, что нет смысла в нее там заходить, это с камина, так как она не сделала перехай в 2021 году, но я напоминаю, что у нас и биткоин не сходил на 100 тысяч долларов, хоть он и сделал перехай, но биткоин это биткоин, но дэш очень сильно недооценен, я снимал кучу роликов по дэшу, ну, ребят, вы и без меня знаете, почему дэш стоит покупать, поэтому я считаю, даже сейчас по 50 долларов купить его по копеечной цене, это просто за счастье, при том, что он на пике стоил, я напоминаю, если кто вдруг забыл, 1600 долларов, даже если он стрелит на 1000 баксов, это уже будет около, сколько у нас, 20 иксов, понимаете, 20 иксов можно будет заработать, это что, плохо разве, а если он стрелит на те же 2000 долларов, это уже будет сколько у нас, получается, около 40 иксов, то есть в долгосрочной перспективе минимум год подождать, почему бы и нет, и когда будет бычий цикл, я уверен, что он может сделать перехай, вот, ну и бонусом, как нам высветилась вот эта монетка, я в принципе ее и хотел, это у нас монета Qtum, почему, потому что они также работают у нас над своим проектом, это у нас децентрализированное приложение, они добавили proof of stake, у нас, напоминаю, добывается данная криптовалюта, майнится, имеет ограниченную эмиссию, постоянно какие-то обновления и так далее. Я также напоминаю, что у Qtum у нас было уменьшение награды вдвое, то есть халвинг 1 декабря 2021 года, если кто забыл, также был hard fork 31 июля, поэтому имейте в виду, что данный проект развивается и работает, ну а по поводу Dash, вот у нас 4000 пользователей в телеграме, то есть видите, никому нахер не нужны эти проекты, всем по барабану, но все равно, смотрите, холдеров у нас практически 3 миллиона, ну, значит, кому-то нужна эта монета, и все равно имеется также у них стейкинг на их собственном корк кошельке, я напоминаю, у них имеется свой собственный холодный кошелек, в том числе по поводу телеграма Qtum, а всего лишь у них 8500 тысяч пользователей, получается, твиттер и у нас, как мы видим, 275000, то есть проект очень сильно недооценен, если перейти на их сайт, вот они обновили, можно посмотреть, что он из себя представляет, это у нас и скорость, децентрализированный governance, proof of stake работает, токены стандарта имеются у нас на сети ERC20, эфира, да, в том числе поддерживают у нас различные левериджи, в том числе это лучше комбинирует лучше в себе части биткоина, эфира и так далее, поэтому можете сами посмотреть и уникальных стейкеров у нас 1600, то есть, как мы видим, никому пока что, ну, не нужен данный проект, вы скажете, ну, а как же он будет, вот у нас имеется и мобильный кошелек, десктопный, веб-кошелек, а также имеется холодный кошелек, вот, смотрите, имеется у нас тут стейкинг, плюс онлайн стейкинг, оффлайн стейкинг, то есть, можно на холодном кошельке сделать, на Linux, на Windows, на Mac имеется, можно, соответственно, как мы видим, для оффлайн стейкинга нужно минимум 100 Qtum, ну, то есть, получается, по текущей цене это где-то у нас, сколько, 400 долларов, я так понимаю, ну, да, где-то 400 долларов для того, чтобы застейкать и, соответственно, можно стейкать и получать награды, ну, опять же-таки, стейкинг там мизерный, насколько я помню, но, в принципе, тоже неплохая функция, почему бы и нет, и заставляет пользователей холодить данную монету. По поводу Дискорда, здесь у нас 9 тысяч пользователей, как видите, 300 пользователей в сети, а в Фейсбуке у нас, получается, давайте глянем, где-то около, ну, в среднем, 10 тысяч пользователей, давайте возьмем, ну, поэтому, ребят, никому проект пока что не нужен, и в том плане, что не то, что не стоит инвестировать, а пока он никому не нужен, как раз-таки и нужно инвестировать, кто-то говорит, что, типа, вот, скам там и так далее, а, соответственно, кто-то по обычной настроен и так далее, ну, как мы видим, на пике он стоил 90 баксов, я напоминаю, 97% монет уже в обороте, и ограниченная эмиссия у нас 108 миллионов, ну, если округлить. Поэтому, ребят, я считаю, почему бы и нет, однозначно достоин вашего внимания, сейчас, опять же-таки, на донных отметках, где он и был в 2018-2019 году, ну, может ли быть скам, да может быть, без проблем, но, я не думаю, если бы это был бы скам, у нас бы держали такие крупные биржи, как Binance и так далее, и, соответственно, больше всего там на том же оббите и на многих других биржах крупных, поэтому, ребят, имейте в виду, Qtum, я считаю, тоже бонусная монета, вам шестая, получается, очень сильно недооценена, напоминаю, первая монета, это у нас, ну, давайте в том порядке, в котором я, короче, помню, это у нас Doggy, Shiba, XRP, это у нас 3 монеты, потом, что у нас было, Dash, Qtum, это бонусная монетка, и, получается, Doggy, Shiba, XRP, Dash, Qtum, и шестая, блин, забыл, 1 инч, вспомнил, вот, поэтому, ребят, такие мысли, такие дела, закупать нужно, пока монета никому не нужна, и потом, когда он выстрелит на те же 90 баксов, ну, вот подумайте, это выйдет у вас около сколько, 10 иксов как минимум, а то и 15 иксов, то есть можно будет заработать, почему бы и нет, я считаю, это офигенный профит, пока никому монета не нужна, и потом, когда 100% монет будет в обороте, монета может очень хорошо пульнуть, опять же-таки, не сразу, на следующем бычьем цикле, так как это стоячок рынка, она пойдет за биткоином, когда будет биткоин 100 тысяч плюс, я уверен, что мы можем сходить там и на 100 долларов, может даже на 200 долларов, по Qtum, и пока она никому не нужна, естественно, все будут кричать, я напоминаю, что тот же XRP там стоил, по-моему, 6 тысячная цента, он стоил вот здесь вот, да, то есть давайте глянем, и потом он подлетел на 50 тысяч процентов, то есть на 500 иксов, смотрите, стоил 6 тысячная процента и подлетел на 4 доллара на пике, вот, вы считаете, Qtum не сможет сделать хотя бы просто какие-то, ну, сраные 10x, я считаю, сможет, поэтому, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok